Выбочку для канала Синички. Куда едем? На другой стороне. Что там делать? Буду я делать свою базу. Из чего? Из лопаты. Из лопаты? Будешь делать лопаты? Лопатой будешь строить жилище. Да. А для кого? Для себя. И для меня. А в гости к вам можно будет прийти? А я буду с лопатой. Чудесно. На две ночевки едем на другую сторону реки. Счастливого отдыха. Ваниля, ты рада? Да. Мы его купили даже. Даже этот. Об Катаре мне год мечтала. И что ж это такое? У них два чубачупса. А здесь порошок либо кислый, либо сладкий. Я уже не помню. Как в пятом? В кислюшке? Нет. Да. Похож. Да. А ты что будешь делать на другой стороне? Я. Ты. В домахе? В чем найдется, в том буду. Да. Замечательно. Хорошего отдыха. Вот и будут скамеечки вокруг костра. И будет порядок, да? Моя красотуля. Крутист. Она просто очень глазастенькая. Еще и сухие, как ни странно. Где вы наши сухие дрова? После такого дождя. Мы их пилили практически. А, вы их пилили. Ну, понятно. Ну, там мы с картики его делаем. Если там нет риса, чтобы не отталкивать. Такие толстые, может, по пятой? Ну, да, оно очень толстое. Куда? Зачем ты ему такие набросал? И вот же что. Ну, точнее. А ну, знаешь, кто-то видит. Вот, по-моему, пути кого-то радует. Да? Лучше сильные удары четкие. Отлично. Будешь собирать? Ну, ладно. А Аленушка что будет делать? Мама, есть у тебя расческа? Нет, я не взяла с собой расческу. Да. Режа. Зато есть платочек могу дать. Нет. А, вот есть одеялочка. Мама, есть у тебя расческа. Алена, смотри, сейчас как клюнет. Так уже было два раза. А ты туда же забройся, где было? По-моему, было подальше. Мама, можно сказать, что сегодня? Нет. Сегодня не будет уха. Это живцы на сомах. Уху не из чего варить. А папа шел копать червей. Лёва где-то уже начал строительство своего дома. Мама, беги в другую сторону. Наверное, он туда пошел камыш порезать. В другую сторону. Кисюнь, вот по этой тропиночке. А, устал он? Тогда уж сам придет. Лёвушка, ну что ты тут делаешь? Может быть, папа пусть сделает укрепление, чтобы оно было точно твердое? Где будет твое жилище? Покажи. А-а-а, вот оно. Это какое-то оно покатое. Мне кажется, еще там нужно прорыть. Ну вот я тебе говорю, что либо вот здесь нужно заложить бревнышками, либо там еще прорыть. Ты же там жить не сможешь, потому что очень покатое место. Я знаю. Алёна, отойди оттуда. Я могу посидеть выбросил. А, хорошо. Ты пока ничего не поднимай без папы, потому что это тяжело. Ты и сам можешь ушибиться, и Алёну сейчас ушибить. Алёна, отойди оттуда. И Лёва, понимаешь, папа правильно укрепит, чтобы это не падало. Думаешь, так надо? Ну, я могу усовершенствовать. Ну ладно, давай, совершенствуй. Но Алёнушка, отойди оттуда. Пока Лёва тут совершенствует, папа проверит потом. Только потом полезем жить. Не сейчас. Идем, Кисюня, папу искать. Алёна, отойди оттуда. Пошли искать папочку нашу. Где наш папочка? О, у Лёвы там что-то получилось. Пошли, пошли, моя уставшая девочка. Там курочку надо пробовать уже. Ты знаешь, что курочка там на кострике готовится? Пошли пробовать. И кабачок нужно нарезать, чтобы его поджарить. Вот наша курочка почти готова. Грудка куриная, точнее. И будет ещё на ужин жареный кабачок. И всем привет, друзья. С вами я, Лёва. И мы отдыхаем. У нас палатка тут. Тут вещи висят. Тут у нас кухня, можно сказать. Два гамака. Скамейки. Папа тут что-то жарит, наверное. Поздоровайся, пап. Привет. Ага. Алё, она тут что-то делает. Мама готовит еду. Всем привет. Всем привет, да. Мама должна готовить еду. Вот такой вот у нас красивый вид везде. Смотри, в камень. Да, вот такой вот красивый вид. Итак, и я уже почти свою базу достроил. Конечно, не подземную, как я вам обещал. Ну, хоть какую-то. Вот папа мне... Вот папа мне камыши принёс. Ему огромный лайк. А вот я вот тут кое-что сделал. Я вот тут прокопал. Вот так вот. Вот этот камень. Мне папа скинул оттуда вот. Вот так вот убрал всякую ерунду. и у меня вот тут будет дом. Вот тут надо закрепить проволокой. Например, ещё положить одну большую ветку. Вот там вот. Наложить... Наложить везде этих камышей. И дом будет готов. Но я вот тут ещё прокопаю. И да, и всё. И из этой земли я вот тут же сделаю вход. Или шкаф, кстати. Приголосуйте. Кто за шкаф, кто за лестницу. Лайк, подписка. А я буду продолжать завтра уже делать мой дом. Я сейчас проела полные грудочки. И унитаз распаковываю. Это первый день в ночёвке. Первая ночёвка наша. Надеюсь, что мы снимем все наши дни на этой стороне. Потому что мы взяли не только пауэрбанки, но и солнечную панель. Будем заряжать наши гаджеты. Пока что ничего не разрядилось. Мам, я знала, что сюда надо воду заливать. Нет, 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 нет. Ни какой воды. Это для красоты. Всё нужное ниже. Ну, смотри сама. А я пока включаю музыку. Вот из этой колоночки будет звучать. Миша, мы поймали сумма, на бычка. Вот такой вот. Я вас съем, если вы не поставите лайк. Ставьте лайк, а то он у вас сейчас съест. Усики замотались. Вот только что ты был в воде, а завтра будешь в нашей ухе. Ушицу-то хочется. Да? мы в этом году сомы еще не кушали. Только бычка и... подождите, а кого мы там ели? Много было окуней и кто еще? Карасик был солнечный один. А сома не было. Варится мой ночной чайок. На самом деле еще не так поздно. Часа в 9 вечера. Здесь уже очень-очень-очень темно. Дети с Максимом рыбачат. К ним сейчас спускалась. Левушка сомика поймала. Что это будет? Непонятно. Так тихо было. И что-то разгудилось. Светлячок, представляете? Круто. А вот какие они. Вот мои какие светлячки. Алена не побоялась. Досталась. И у меня еще какой-то жук. И еще какой-то жук. Еще неизвестно, кто из них светлячок. Да. Вот это интересно. светлячок. Аленушка, ты самая смелая синичка в нашем доме. А давай теперь мы посмотрим на камеру в темноте, кто светится из них. Подержишь их? Да. Что? Вот. Это светлячок. Вот этот светлячок. Нет, это не светлячок, а это который на палец. Левушка, посади, пожалуйста, у нас кто-то, который не светлячок, в травку. Это светлячок. Нет, вот этот светил, Садина знает. Мы сейчас проверим, кстати. Ты убери вот этого, и я еще раз включу камеру без фонарика. фонарик. Хорошо? Угу. Хорошо. У него сейчас стоит. Близь никого. Сейчас, сейчас, сейчас. Маленький светлячок. Но его почти не видно. А, вот, я его вижу, я его вижу. Но он был гораздо ярче. Такой? Потому что у него в руках посветится. Видишь, светится девочка? Да. Девочка у меня. Почему камера записала фонарь такую маленькую точечку? Но я вижу, что светлячок. У нас здесь опять приключения начались. И опять в том где. Уже очень тюно. А какие были до этого приключения? До этого мы поймали этого светлячка. А сейчас папа поймал на удочку рака. Рака, чеки, прячутся. Ого! Вот это рак! Вам сейчас его отварить или утро? Сейчас как лучше? Да, нам надо лучше сейчас, потому что утром он может быть уже не съедобным. Так, ставлю воду. Мама, можно мы в еще раз не поиграйся? Хорошо, чуть-чуть поиграйся. Где будешь играться? Ну, здесь мягко. Ну, давай. Я в прошлый раз не смогла снять, поиграетесь. Разговаривала с подружкой из Краснодара. Давай! Проходи. Проходи. Ой, какой он маленький. Мне кажется, что его нужно выпустить. Он совсем малыш, Алена. Ой, а глазки светятся. А как? Не свети. Аленушка, он малыш. Баб что он держит? Ну, у него есть лапы очень хваткие. Он держит. Он очень маленький, Алена. Он как рак пятится назад. Ты так в костю ругаетесь, дружок. Хорошо. Но мы не собирались его ловить. Он нечаянно на удочку поймался. Ага, не собирались. Максим его на удочку. Куда ты плывешь? Ну, раз уж на удочку поймался, надо его сварить да и скушить. Раз так плыв и делать. Это ваш маленький рачок. Это наш ребенок, можно сказать. И знак его брать то вообще он так не укусит. что не зала вот зайки. Так в него можно бать. Так можно. Так в него и не больно. Так. Эй, ну что ты держишь листик? Вот дружок я перенесла оттуда, куда он полез. А, пролез так далеко и назад вернулся. Теперь его можно погладить. Он спать хочет. Ну укрой его, пусть поспит чуть-чуть. Как его укрой не будет. Я забыла, у меня есть одеяло. Нет, знаешь, что одеялом для кукол не надо его укрывать. Почему? Ну потому что он будет пахнуть потом рыбой. И через три дня, когда мы попадем домой, его придется уже очень сильно постирать. вот как-то так. Заботливая Алена покачала на руках светлячка, отнесла его под дерево, а теперь укрывает рака от холода. Не получается. Не получается. Алена, в воде гораздо холоднее. Я думаю, что ему не холодно. Давай его варить. Сейчас не надо. Рановато. Кстати! Что? Ой, там и чай уже готов. Кстати. Меда стоит. Вот и кстати. Меда потеряю. Включи фонарик свой, у тебя есть. Покажи тебе вот он. он совсем малыш. Только он все малыш. Да, только у нас все малыши. Но я считаю, все, что поймалось, выриславим и съедим. Ты как считаешь? Будете лакомиться? Да. Все по чуть-чуть он наестся. Что насладились всякими лакомствами. Ага. Что поймали, то и съели. Что поделать? Мама. Ух, ага. Где один панай? Ой, прости. От ключа, это синяя. Где надо светить сюда? Да. Или дай его спать. Да. А это видео? кто-то так. Итак, всем добрый день, друзья. И это второй день моей постройки. Папа мне помог немножко сделать скелет дома. Сейчас я вам покажу. Вот сам дом. А вот его вот этот скелет. Да, из палки. Потом я сейчас сделаю крышу из камыша. Вот такую вот. Тут будет окно. Наверное. и вот сейчас только что я принес еще кучу камышей. Пожелайте мне удачи, а я занимаюсь дальше. Итак, я положил второй слой. Уже почти что нету дырок. И можно тут уже жить. очень тут красиво уж. Итак, второй слой сделан. Тут уже почти что нету дырок. Можно жить. Дырок Дырок Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Дайте ваши лайки, 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 лайки. Майки, где же ваши лайки, давайте ваши лайки, и будем танцевать. Лёвушка, иди помогай. Пойдёшь? Он идёт по дороге, он сегодня устал, он из вечера сегодня в микрофон кричал. Он завёл толпу, он кричал гоу-гоу, ну а мы всё это повторим с вами снова. Ну где же ваши ручки, ну где же ваши ручки, давай поднимем ручки и будем танцевать. Лёвушка, иди помогай. Боже мой, какой элемент сложный. Ого! И вот так, осторожно. Лёвушка, иди помогай. Ну где же ваши ручки, ну где же ваши ручки, будем танцевать. Умничка. Сейчас мама присоединится. Ну где же ручки, ну где же наши ручки, давай поднимем ручки и будем танцевать. Супер! Ого! Крутистно! Умница! Какой сложный танец. Хе-хе-хе. Устала уже. Давай в гамачок. Ну где же наши ручки, ну где же ваши ручки, давай поднимем ручки и будем танцевать. Ну где же наши ручки, ну где же наши ручки, давай поднимем ручки и будем танцевать. Ну где же наши ручки, ну где же наши ручки. Молодец! Ну хлопайте мальчишки, мне руки заняты. Умница! Спасибо тебе! Чудесный концерт. У-у-у! Класс! Мальчишки хлопайте! Браво! Спасибо, Алёнушка! У-у-у! Умница моя! Хе-хе-хе-хе-хе! Солнце грело, попрошу тебя, чтобы моё тело попрошу о том, о чём не просил, попрошу любить меня сильно. Земля по кругу, солнца нет, меняется два раза цвет. Лишь мы с тобой сейчас одни, и отражение от луны. Над нами шумные мосты, большие буквами щиты. В твоей руке моя рука, как будто было так всегда. Попрошу тебя, чтобы солнце грел, попрошу тебя, чтобы море тело попрошу о том, о чём не просил, попрошу любить меня сильно. Любовь моя ненаглядная, красавица. Всё не могло так долго быть. Сменялся день, смеялась жизнь. Сняла последний свой запрет. Раскрылись тайны, и спекрет. Потерян был твой интерес. И полный день ты в ночь исчез. Но как полос дождём слеза, Влетели от любви глаза. Попрошу тебя, чтобы солнце грело, Попрошу тебя, чтобы море тело. Попрошу о том, о чём не просил, попрошу любить меня сильно. Попрошу тебя, чтобы солнце грело, Попрошу тебя, чтобы море тело. Попрошу о том, о чём не просил, попрошу любить меня сильно. Чмок. Умничка. Наверное. Попрошу о том, о чём не просил, попрошу любить меня сильно. Попрошу тебя, чтобы солнце грело, Попрошу о том, о чём не просил, попрошу любить меня сильно. Попрошу о том, о чём не просил, попрошу любить меня сильно. Мальчишки, хлопайте. Умница. Браво. Сегодня на сцене канала Синички зажигает. Алёнушка. Суперданс. Чуть супердэнс. Люпчик золотой. Папа там что-то колдует. Комнат. Суперданс. Комнат. 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 Папа там что-то колдует. Комнат. Малчишки. Комнат. 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 Там плохо видно, отсюда буду снимать. Максим, вот под гамаком в кусту лежит, а, нет, не там, в моем рюкзаке во внешнем кармане бокалу, фонарик. Посмотрите на Аленушку, а то ей плохо видно. Ты замерз, Лёва? Одевай папину кокту. Давай, пожалуйста, можешь мультик включать. Ну, Лёвушка, извини, что я снимаю. Котик, попрощаться хочешь? Не хочешь? Спокойной ночи. Мой рюкзак, внешний боковой карман, ближе к тебе, фонарик. Фонарик, ты же лезу нормально вытрукни, а вот у меня деньги. Ну, вытрукни, так сможешь, Дозали. О, совсем по-другому. Моя красота. Лёва спадет с мультиком. Мам, закончится музыка. Тоже пойдешь. Ого! Моя красота. А попробую фонариком за ней поводить. Может лучше будет? Нет, одинаково. А, нет, получше. Браво! Умница! Кто будет хлопать? Мама по калиночке похлопает. Умница. Спасибо тебе за волшебный танцевальный вечер. Твоя любимая? Еще танцуешь? Ну, давай. Алико, ну как со мной смогут. Я от тебя, под семью млекон, Там кираешь векон, когда я не молчу, Говорю о-о-о. Не забудь, как твой любимый цветок. Гвадошной поцелуй с на лицам у морки. Красота не зима 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 Продолжение следует... Молодец! Умница! Спасибо, милая Аленушка! Крутая! Очень круто! Лайк! За крутой танец! Стал третий день, доброе утро! И когда я пришел на Криванский пляж, тут я заценила спинник. И он застрял. Я вызываю папу, мы хотели мы с ним лодку и поплыли. А тут черепаха. Как же ее теперь освободить? Сейчас освободим. Ну плавите на берег, освобождать черепашку. Эх ты, черепашка! На что ты там позарилась? На рыбку? На бычка? Вот так-то. Мы сома хотели, а тут черепашка. Вот такая вот красивая черепашка, мы пускаем ее назад. Назад в речку. Ну давай, выпускай. До свидания! Лёва, не-не-не, осторожно ее спускай, ты что? Ну да, шипит. Там водичка у нее внутри. Не видно, поплыла ее. А, да-да-да, плывет, плывет. В камеру не видно, но очень активно гребет лапками. Уже метра три ушло. Пока, черепашка. Рыбачить будешь дальше? Ну ты уж черепах не лови. Поймай кого-то другого. Щуку, например. На третий день похода у нас уже подзакончилась провизия. Решили остаться на третью ночевку, на четвертый день. Лёва отвозит папу в магазин. Да, мы сегодня уже тут третий день. Остаемся еще на одну ночевку. Будем четыре дня. В этом году первый раз у нас такой длинный поход. Карабкаешься? О, тут бабочка тебе помогает. Бабочку видишь? Мы еще не видели нашу лайк. О, пойдем покажешь. Пойдем, все покажешь. Я думаю, что вы еще не знали, что у нас придется второй гамачок. Знали, знали. Я уже показывала второй гамачок. Что еще будешь показывать? Кстати, мы еще подумали вот здесь оставлять палочки. Сегодня ночью шел дождь. Всю ночь шел дождь. Вот так над палочками высыхали. Это тоже помогло. А на палатке видела, Алёнушка, даже еще капельки остались? Да. Ну, уже походу день. Да, уже день, полдвенадцатого. Вот, и до сих пор еще капельки не высохли. Я пока не видел, у меня появился еще новый чудик. Новый чудик. Пойдем, покажешь вашу стройку? Да. Что там Левушек настроит? Ну, пойдем, ты покажешь. Как он это строит? Да? Да. Ну, пойдем, покажешь все, что он не показал. Мальчишки вчера ходили, свежую воду принесли с Розняка. А вот это вот Алёнушка оленя нашла. Давай покажем. Ой, Алёна, он тебе замок тут подождет. Ну, что? Такой вот. Он мертвый, мама, не бойся. Олень. Кто его не видел, увидит. Да, посмотрите. Мы еще этот, эти азмы не увидим. Алёна говорит, у него тут голова шевелится. Вот такой вот. В коллекцию вам. Да? Да. Ну, стой, идем, покажешь вашу стройку. Куда идти? Сюда? Я правильно иду? Да. Ну, иди вперед, покажешь. Какая-то у нас залка недалеко. Недалеко от нашего лагеря. Да? Недалеко. А, ну, иди вперед. Иду, иду. Чуть-чуть по тропинке и, пожалуйста, у вас вот даже свое кострище есть. Ну, иди. Ну, это мы не делаем. Угу. Это круто. Такой. Так. Ой, как тут удобно стоять, Алёнушка, на толстом муху. Угу. Так. Ну, что там показывает? Здесь стоят цветы. Полочка с цветами. Так. Еще что? Одна полочка. Еще. А здесь можно повесить длинные вещи. Здесь Крючки. Здесь шляпу, а здесь лук. Ага. Ну, уже можно принести вашу шляпу и лук и подвесить, раз можно. Ну, уже лук висит уже. А, уже висит лук. А, шляпа нет. Угу. Так. По веревке залезать. Ну, да. Ну, мы еще не научились. Ну, научитесь. Поэтому мы залезаем по этой гайке. Сложно, да, туда лезть? Не сложно на второй этаж? Причем. Только я там не умею, так что мне надо лезть дальше, а потом вот так завернуть и можно на второй этаж. И попадешь на второй этаж. Понятно. Очень уютный домик, но мне кажется, что здесь стоит что-то с полами делать, выстелить какие-то бревна и что-то еще настелить, чтобы ровно там стало и без земли. Знаешь, что? Либо дальше копать еще пониже. Ну, мы это и делаем. А, вы еще копаете там. Да. Ну, сначала обкопать там камушки и можно застелить камышом. Мы хотим сделать для крыши подставку и для стен подставку и потом досками обшить. Нет? Нет. А потом камышом мыть. Ага, много еще работы у вас. Ну, как я спел он тоже. Аленушка, не чешись, моя хорошая. Моя радость. Ну что, идем встречать Леву. Наверное, он уже папу высадил. в гараже мы будем мебель ставить. Мебель? Какую? Да, для нашего дома. А какую мебель-то? Диван? Диван, телевизор. Боже мой, сколько у вас работы. Может быть, столика достаточно? А вот и Лева, смотри, уже вернулся. Какой он быстрый. Пока ты экскурсию проводила, он уже назад возвращается. Идем встречать. Еще надо Левушкой веслами подгрести. А, ты хочешь кувшинок нарвать? Какой Лева интересный способ придумал. А что ты не на веслах? Не хочу. Понятно. Забавное, да? Ты похож на большую черепашку с красной головой. Лодка твоё продолжение. Сам сможешь вылезти? Давай за веревочку лодку подержу. Подожди, не вылезай, то еще лодка уплывет. Или ты умеешь сам держать за веревочку? Ух, какой молодец! лёвушка, говори громче, я ничего не слышу. Мама сказал, когда он будет, мне позвони, чтобы я был. За ним, да? Да. Надо ему позвонить, чтобы он не торопился после урока гитары, чтобы он шел, чтобы ты не отвлекался. Да? Ну, давай, затягивай лодку, или это тяжело, помочь надо? Нормально. Нормально? Лёва, тебе нужно затащить на берег. Да, вот так. И еще дальше протяни. Вот в эту сторону, Лёва. Не наверх, а вбок. Лодку затяни на сушу. Да. Вот, а теперь привязывай за какой-то куст. Завяжи так, чтобы она не развязалась и чтобы ты смог потом отвязать, когда поплывешь. Все? Ну и молодец. вот и папа спускается и как раз Лёва подплывает. Он там за камышами его не видно теперь, он ниже спустился. Сейчас в лодку сядет. Вот он. Видишь? Да. вот так, как все вовремя. Папа сюда, а Лёва туда. И они уже встретились. Ждешь? Да. Что тебе папа привезет? Все, что я заказала. А что ты заказала? Сок, чупи-чупс, чупа-чупс, то есть... Я заказала скумбрию и оливки. А я покупала красную рыбку. Алёнушка, мы не купили красную рыбку. Зарплаты папа купит, дома приготовил. Хорошо? Последний раз мы на кострики красную рыбку жарили на Короевом острове зимой в январе. Там у нас есть своё мороженое, и папа меня учат с его. Надеюсь, что он не забыл. Вон, плывут уже. Ух ты, опять тучки дождевые. Ну, наконец-то. А то мама уже с ночи за дождиком заскучала. Наши гаджеты на солнечной панельке уже зарядились. Можно и дождик уже. Солнышка нам достаточно. Мы с Алёнушкой сегодня искупали здесь. А здесь мы туда пирожки пирожки. Да, пирожки чистые. Класс. Можно ещё оставаться отдыхать. А папа с Лёй свинь. И свинюшки не купались у три дня. А мы с Алёнушкой и утром, и вечером купаемся. Ну, мы же девчонки. Мы должны быть чистые, душистые. Да. Мальчишкам не обязательно. завтра у нас все мальчишки накупаются уже в душевой кабинке дома с головой, с ушами. А Алёнушке головушку помоем, да, причесочку приплетём. Красивая прическа, но голову уже пора помыть. Настанут трудовые будни снова три дня. И ещё в нынче зрято остаемся. Завтра остаемся. Завтра остаемся ещё раз. И встретимся. Нынче мама может снимать хоть три дня, хоть четыре дня, потому что кроме пауэрбанков мама в этот раз взяла солнечную батарею. Да, солнечную батарею, панельку. Пауэрбанки могут заряжаться и гаджеты. Супер. 13 тысяч. Ты же видео недавно снимала конкурс. У нас есть уже победитель, надо будет объявить, который угадал, что 21 февраля 2016 года был создан канал Синички. И мы отправим килограмм. А я не знаю этого человека. Ну кто-то нам уже написал в комментарии под тем видео конкурс. И мы будем списываться и отправлять килограмм конфет вкусных. Пойдешь помогать покупать килограмм конфет? Самый вкусный, который ты любишь. вкусный. Я куплю курочки и черные. Вафельные и курочки. Конфеты и яички очень вкусные. Они бывают в белом шоколаде и черном шоколаде. Разум. Только в белом? Угу. Хорошо. как миленькая. Желтая начинка вкусная. В общем, ты будешь главной по посылке. Да? Да. шоколадная какая-то какая-то? Пойдем. Вообще такой шоколад такой. Привет, мальчишки. Мы вас встречаем. Я спрашиваю, что папа тебе купил, что папа тебе везет. Она говорит, а все, что я заказала. рада, что вы вернулись. Круто. Видели? Я только один раз. А тут две радуги. Вон, в реке наблюдайте. Вот над рекой, а тут в реке. Круто. Невероятно. Чудеса в ящете и радуги. Это гость либо леобада, либо окошки, либо собаки. Либо вот этого бычка. Ура! бычок поймался наконец-то. Такий и сон будет сегодня ночь. Добрый вечер, С вами я, Лёва. И я вот тут уже делаю вторую его комнату дома. вот я вот сам вот это вот все делал, сделал с Аленкой без помощи. Вот так вот. Вот этот камень мне только надо убрать. А вот тут будет вход. А тут надо зелень поубирать, листву и укрыть вот все досками. вот так вот. И будет все хорошо. Подписывайтесь на канал, жмите лайк, пишите в комментариях делать мне третью комнату или нет. По вашим просьбам я буду делать. Ну что ж, всем пока. наш папа пришел с раскопок золотых мест. И что нашел? Такие вот золотишки. Вау. Один маленький шарик золотой. Это пули. Точно? А вот свинцевые пули. Так. Две пули. Вот такие пульки мне попадаются часто. Бери там. Ты не знаешь о каком они были? Нет. А вот эта пулька попалась мне в современ казачество? Впервые. Это какая-то стопудовая казацкая пуля. Туда я не понимаю слишком она крутая. Таких пулек не бывает. Такие мне не попадались ни разу. общем кто знает пишите в комментариях что это за пули. Очень интересно. Вот такая красота. на третью ночевочку. Уже темно. Да. Уже темнее. Ну красиво невероятно. По телефону светло но на самом деле темно. На самом деле темнее. Сидим почаевничаем. Мальчишки нам печенник привезли песочных сахарных. А еще они пошли за водой. Да. Пошли на родник за водой. каждый вечер мальчишки нам приносят свежую студеную водичку. Спасибо. Всем доброго вечера. А вообще уже ночь. Скоро ночь. Уже часов девять. Вот и снова доброе утро. Вы сколько тут дней уже? Уже четвертый. Четвертый день живете. Хотите уезжать домой? Нет. Нет. Я бы тоже еще осталась сюда везти. Но надо поехать все же потому что надо сделать мебель. Например стул сделать из доски. Попасть в город в гараж тебе нужно? Да. Трубу вентиляционную поставить. Много у тебя еще заботы планов. с отъездом. Вот пора нам домой. Спускаем лодку на воду. Будем отчаливать. Все хотят домой? Чуть чуть охота уже. У мамы там столько дел накопилось. уже пора. Ну как вы отдохнули семья? Хорошо. Четыре дня хорошо. Отлично. То что надо. хочу всегда на четыре дни. В следующий раз постараемся. Что нам стоит? Хоть на пять если отпуск будет у папы. Я хочу десять дней на море и пять дней на море. Алёна, папа будет двадцать четыре берет. Скоро приедем домой и будем заниматься домашними делами уже. На пляжик будем ходить иногда. Пока другая сторона. Скоро увидимся снова. Sne ged Passce в один дождь просьб руки в